Сибирский мегаполис Лен, расскажи, как ты вообще попала на универсиаду, насколько это сложный процесс, и может ли вот просто каждый человек, загоревшись и задавшись желанием, это сделать? Вообще, в принципе, процесс на крупном мероприятии практически один и тот же. Необходимо подать заявку, где описать вообще себя, свой личный опыт, свой волонтерский опыт. В некоторых случаях требуется прикрепить портфолио, но в данном случае этого не требовалось. То есть заявку подаешь, ее обрабатывают, спустя некоторое время присылают тестирование на личностные навыки. То есть одно дело я напишу и могу там где-то немножко соврать или приукрасить, а другое дело в тесте все равно это все показывается, вылезает, стрессоустойчивость и все подряд. А ты заранее знала, чем будешь заниматься или уже на месте распределили обязанности? Ну, получалось так, что я знала, что у меня функция волонтер парада спортсменов. Не знала, чем конкретно я буду в этом параде спортсменов заниматься. Потому что действительно вариантов взаимодействия там очень много было. Ну и плюс, так как я волонтер церемонии, там тоже неизвестно было, на какую именно точку конкретно поставят. И уже когда мы приехали, 15 февраля у нас как раз было первое обучение, на котором уже сказали то, что вот вы волонтер парада занимаетесь вот этим, вот этим. Плюс мы вас, как волонтеров Маскаста, еще попросим поучаствовать в некоторых массовых сценах на открытии, на закрытии. Уже чуть позже скажем, сначала у нас первоочередная цель провести как раз-таки церемонию открытия. А обучение такие курсы молодого бойца или там детально просто рассказывают, что, где и как нужно будет делать? Там и курс молодого бойца уже непосредственно на объекте. Но для начала, естественно, рассказать теорию, кто за что отвечает, кто главный, кто не главный, кому за что обращаться. Теоретические знания вообще в целом по церемонии. То есть рассказывали, какие будут эпизоды, какие объекты. В теории рассказывали, где что располагаются, какие гримерки и так далее. И уже буквально через пару дней мы приехали на объект, и там уже все непосредственно на месте нам показали, рассказали. А какие конкретно тебе обязанности поручили? Ну, так как я была чуть повыше, так скажем, у меня была функция супервайзер-волонтера парада спортсменов. И у меня была небольшая группа волонтеров, которые я координировала. И у нас главная задача была – это встретить приезжающих спортсменов на церемонию, рассадить их в шатре, чтобы нам было проще их выводить на парад. Там уже непосредственно нужно было подготовить шатер, то есть расклеить флажки, где какая страна располагается, чтобы нам было проще их потом найти. То есть распределить их по блокам. То есть первый блок, там, буква А и, например, буква Б, они вот выходят первые, поэтому они должны сидеть вот здесь поближе. Их вот нужно разместить, там, с аташе со всеми познакомиться, то есть флагоносцев всех отправить вовремя на брифинг, чтобы они понимали, что куда делать. И когда уже наша помощь в шатре не нужна была, мы отправлялись на свою позицию. Уже непосредственно моя команда перед сценой подбадривали, получается, спортсменов, чтобы они уже шли, ликовали, махали, как английской королевы, ручкой, радовались, улыбались и так далее. Потому что очень многие, ну, немного перегорали, пока сидишь в шатре, там, иногда два-три часа, ну, то есть в зависимости от того, во сколько они приехали. Ну, и плюс их координировать, чтобы они куда-нибудь под трибунное помещение, никуда-нибудь не туда зашли. И выстраиваем их, чтобы, как бы, не более четырех человек в ряд было. А сколько у тебя было бойцов во взводе? У меня были суперпотрясающие бойцы, нас было целых трех, три человека, со мной четверо, ну, прям, нас было мало, но мы были в тельняшках. Остальные уже, там, например, группы, которые работали в шатре, их, естественно, было побольше, потому что у них функция поднять спортсменов, там, иногда не зная язык, потому что, понятное дело, с китайцами и с корейцами, это отдельная история, потому что с английским у них большие проблемы. Очень-не очень. Да, и нужно было их грамотно, правильно выстроить, и там, естественно, должно было быть большее количество народу. И плюс еще волонтеры хэппи их, так называемые, которые из шатра до самого, до самой Платином-арены, они, получается, выстраивались и на улице их подбадривали, там, тоже их настраивали на нужный лад, и чтобы они там лишний раз по газону куда-нибудь в дальний ушли, потому что всякие были, потому что спортсмены все равно волнуются, там, как бы, эти лады. И видение, и камеры, и пристально на них смотрели. Такой живой коридор радости и счастья. Да, именно так. Поэтому волонтеры хэппи. Лен, церемония открытия — это очень сложная по организации процедура. Скажи, какая атмосфера царила в бэкстейже? Все было как по часам или постоянные нервы? Кто-то кого-то не находил, чего-то не хватало? Ну, когда как. На репетициях бывало такое, что и не хватало, что-то не работало, но это, как бы, классический репетиционный процесс. А в сам, ну, как бы, день, да, там, например, генеральная репетиция или первая церемония открытия, там, вторая церемония открытия — это все было, естественно, нервозно за счет, видимо, давления, то, что все равно снимают камеры и так далее. Ну, то есть некоторые вещи ты же в обычной жизни делаешь спокойнее, а вот за счет этой, как бы, спешки бывает такое-то, что, ой, этот костюм где, этот костюм где, вот этот костюм. Ну, да, да, все. Успокоились. Ну, то есть все равно дополнительная нервозность, она за счет, вот, особенно камеры, она прибавлялась. Но все прошло отлично. Да, Даша, как интервью. Вроде надо всего лишь поговорить, а когда включается, вот эта атмосфера, она чуть-чуть давит. Да, да. И ты вроде как собранный и немного нервный. А вообще церемония открытия на тебя какое впечатление произвела? Какие самые яркие впечатления ты получила? Ну, самые яркие — то, что мы, получается, были частью некоторых эпизодов этой церемонии. То есть, например, когда там была встреча Ангары и Енисея, вот эта вот красота там с бубном, вот эта вот музыка, которая прям проходила через тебя. И, получается, следующий эпизод был селфи. Мы должны все волонтеры были выбегать на трибуны и делать селфи с участниками, ну, то есть там со спортсменами, либо с красноярцами, вот как на второй церемонии открытия, либо там на генеральной репетиции это были волонтеры. Тоже там поднимать, получается, так сказать, бодрость духа всем, кто там сидел и так далее. И следующий момент, когда Зара вот путешествовала на этом месяце, красивым тоже там парила, нам выдавали геотеги, ну, то есть вот эти вот капельки, которые ставятся обычно на картах, они у нас были с фонариками, мы должны были махать и как раз-таки призывать зрителей, чтобы они тоже включили там, например, фонарики на телефоне, либо некоторым спортсменам вот эти вот геотеги тоже выдавались. И тоже вот это вот единение, и ты реально смотришь на трибуну, которая была напротив тебя, и она тоже уже как звездное небо, и ты вот в этой эйфории, и Зара-то так красиво поет, и ты вот акробат, и вот чувствуешь себя единым целым и понимаешь то, что вот, возможно, если там не зажгись вот этот вот геотег, возможно бы здесь не зажгли бы эти телефоны там или фонарики вот эти люди, и чувствуешь, что без тебя бы этого не получилось, и все, и так и стоишь, и кайфуешь, и гордость какая-то берет прям. Очень классно. Лена, какое впечатление на себя произвел Красноярск? Ты, я так понимаю, там впервые побывала? Нет, я уже четвертый раз в Красноярске, и всей душой люблю этот город, Сибирь. И единственный момент, то, что я очень люблю, ну, как бы, зиму, морозы, и я туда приехала, было минус 15, на следующий день уже так ближе к нулю, и пока я там была, вот этот вот весь месяц, весь снег растаял, немного расстроилась, но, не знаю, все равно, любовь к Красноярску осталась все той же. Он чем-то отличается от других мегаполисов? Ну, тут же нижний взять. Ну, не знаю, мне кажется, каждый город особенно по-своему, и когда ты ходишь по Красноярску, там между домов торчат горы, для нас это, для равнинной части России, это, не знаю, плюсик, учитывая то, что я вот очень люблю горы. И, например, недалеко от Красноярска, ну, даже, получается, в пределах города, природный заповедник Столбы, это тоже потрясающее зрелище. Ну, кто будет в Красноярске, обязательно надо там побывать, причем неважно, в какое время года, и летом, и зимой. Летом, правда, ключей много, потому что там нужно выбрать все-таки момент. Вот так вообще красота. Енисей тоже прекрасен, который не замерзает зимой, это тоже особое зрелище. Не замерзает? Нет. А почему интересно? Ну, там определенное течение, там определенные погодные условия, получается. И когда я, например, фотки выкладывала в Инстаграм, и мне писали, о, ничего себе, как у вас там тепло, даже как бы Енисей растает, не замерзает, о, ничего себе. Вот, ну, то есть были такие свои, не знаю, фишки. И вообще сам Красноярск, не знаю, несмотря на то, что говорят, что и город грязный, и машин много, и пробки, я не знаю, мне кажется, можно положительные моменты найти везде. А ты можешь выбрать вот два-три прилагательных, которыми можно описать Красноярск? Ох, это, наверное, тяжело. С существительными проще, потому что у меня вот, я приезжаю в Красноярск, у меня вот прям два ярких существительных, это счастье и эмоции, потому что без положительных эмоций я оттуда ни разу не уезжала, причем, ну, как бы достаточно много путешествую, достаточно много городов объехала, и далеко не из каждого города я могу уехать вот именно вот с счастьем и с положительными эмоциями. У меня даже ощущение, что я вот мыслями до сих пор где-то в Красноярске, и вот уже планирую, мне кажется, ближайшую поездку туда. Занял свое место в твоем сердце этот город? Да, определенно. И вот четвертый раз прям особенно укрепил, потому что до этого, ну, приезжал максимум на две недели, а вот этот вот месяц в Красноярске он прям окончательно влюбил в себя. А у тебя было свободное время, чтобы просто погулять по городу, куда-то сходить, как-то развлечься? Да, у нас получилось то, что после церемонии открытия, после второй было немного дней, так скажем, на отдых, и потом уже репетировали церемонию закрытия. И в этот момент мы уже по максимуму, там, брали билеты на спортивные состязания, то есть я успела посмотреть Бенди. Что такое Бенди? Это хоккей с мячом, причем и женский, и мужской, который я раньше вообще никак не воспринимала. А потом, один раз придя, уже все, тоже влюбилась в Бенди, все понравилось, все прекрасно, и мы в итоге еще на три игры сходили. Очень понравился, ну, я вообще, в принципе, обожаю керлинг, а когда я уже увидела его вживую, там тоже эмоции переполняли, вообще тоже вся в счастье была, увидела лыжный слалом, увидела фристайл, фристайл – это вообще отдельная тема, я все как бы смотрела, и вот так вот через практически полузакрытые глаза, потому что когда они… Это акробатические прыжки на лыжах, да? Да, то есть сначала они еще вот по этим вот непонятным горкам, а потом еще и прыгают. Там же просто без коленей можно остаться, когда вот эти вот все кочки проходишь, не знаю, мне прям было жутковато страшно, но при этом и красиво. А вы как волонтеры имели право свободно проходить? Ну, там как получалось, не особо приветствовалось то, что волонтеры, не задействованные на данном объекте, в волонтерской форме, грубо говоря, шарахаются, потому что мы же не знаем особенности каждого объекта, мы как бы эксперты в своем объекте, и когда, например, зрители подходят, они же видят просто волонтерскую форму, они же не понимают, мы с этого объекта или не с этого объекта. И они могут задать, например, тот вопрос, на который я не знаю ответа. А говорить «не знаю», естественно, не стоит. И то есть тут вариант либо искать коллегу-волонтера, который в курсе, что и как происходит, но есть вариант опять-таки найти такого же волонтера, опять-таки с другого объекта. И вот вы уже целой толпой ищите ответ на определенный вопрос. Поэтому, если мы ходили на соревнования, это желательно, естественно, как бы штатская форма, я не знаю, как бы обычного горожанина, то есть не волонтерская. А что представлял из себя волонтерский мундир? Ой, это был прекрасный лыжный костюм голубого и ярко-розового цветов, то есть вот как раз цветов универсиады. Плюс еще давали поло, футболку с длинным рукавом и толстовку. И вот в этой красоте мы как раз-таки курсировали практически весь месяц. Все это можно было с собой забрать? Да, конечно. А, как же забыла, зима же все-таки, варежки, шапка и шарф. Просто этим мы практически не успели попользоваться, так как было достаточно тепло, и мы все равно были в основном на объекте. Брендированный, да? Да, да, все брендированные, все красивое, классное, теплое. Лена, вот твое волонтерство на универсиаде, можно это назвать работой? Не знаю, у нас даже, ну, сама когда тренинги по обучению волонтеров проводила, волонтеры, они не работают, они помогают. И здесь это, получается, можно назвать взаимопомощью. Потому что, грубо говоря, ты отдаешь свое личное время, отдаешь свои эмоции, взамен ты получаешь форму, взамен ты получаешь новые интересные знакомства, связи и так далее. Это просто неоценимый опыт получаешь, это такой бартер. То есть, в принципе, работа – это такое слово, которое мы стараемся избегать. В основном это вот именно помощь. А есть какие-то вещи, к которым нужно быть готовым? Ну, если, предположим, кто-то захочет загореться идеей, поехать на соревнования такого уровня и там поработать волонтером. Ты же, как человек, который в этой кухне варится уже не первый год, понимаешь, что, ну, как и у любого явления, есть обратная сторона медали. Ну, нужно быть готовым, что если это мероприятие, проводящееся, там, например, за пределами области, не всегда оплачивают дорогу. То есть, нужно быть морально готовым к тому, что дорогу ты оплачиваешь сам. Обычно, ну, как бы, жилье предоставляют, то есть, к этому тут вообще вопросов нету. Нужно все равно с собой брать определенные денежные средства, потому что организация питания, она в основном, получается, в рамках выработанных часов. То есть, если у тебя сегодня есть смена, то ты приходишь на объект, тебя там кормят. Или, например, если смена задерживается там на более чем 8 часов, то тебя там кормят два раза. Но при этом надо быть морально готовым, что у тебя там должен быть завтрак, да, где бы ты там ни находился. Но вот, кстати, в Перях там, получается, кормили и завтраками, и обедами, и ужинами. В общем, формула «кто не работает, тот ест, не работает здесь». Нет, то есть, надо все равно быть морально готовым, по крайней мере, к этому. Ну и, не знаю, в зависимости от того, насколько город уже взаимодействовал с волонтерами, потому что вот у некоторых городов это, например, первое крупное мероприятие, на которое они приглашают волонтеров. И нужно быть морально готовыми к определенным моментам, которые, например, они могут быть не в курсе. Понятное дело, то, что перенять опыт, как минимум, теоретически можно, да, но вот на практике может что-то пойти не так. И вообще волонтер — это, не знаю, такое призвание, в котором ты, в принципе, всегда морально готов ко всему. Потому что любая экстренная ситуация, все равно люди, зрители, там, я не знаю, горожане, они идут в первую очередь к волонтерам, потому что это и яркая форма, и у них уже выработался такой рефлекс, что тебе этот человек в любом случае поможет. Вот, то есть морально нужно быть готовым ко всему, то есть вкратце бы уже узнать про город, в который ты едешь, знать про мероприятия, на котором ты будешь волонтерить, то есть даже основные факты, некоторую предысторию, потому что неизвестно, с каким вопросом к тебе подойдет, там, зритель, житель и так далее. А вас как-то собирали, ну, чтобы выразить признательность, может быть, какие-то подарки сделать символические? Да, у нас после церемонии закрытия собирал Илья Авербух, который был главным режиссером как раз-таки церемонии закрытия и открытия. Он нам говорил невероятно приятные слова, то, что действительно без вас бы это все не состоялось, спасибо огромное, но там реально ребята, там, костюмеры или гримеры, то есть, в принципе, если бы их не набрали, то как бы их небольшой командой костюмеров и гримеров, они просто бы не справились, учитывая то, что было тысяча артистов, которые были задействованы в той же церемонии открытия. Вот, и была определенная система поощрения, то есть, там, на нашей аккредитации клеили лапки волшебные, то есть, так как у нас, получается, Юлайка была талисманом, и вот это вот как вот отпечаток, след лапы был. И вот самый достойный, то есть, как себя проявили, там, одна лапка, два, две лапки, там, и максимум было три лапки. И за это можно было, получается, получить волонтерские значки, волонтерские значки, там, в красивой коробочке, там, сумки под обувь, тоже там все брендированное, там, дополнительный комплект варежек и перчаток, но они уже флисовые, то есть, они уже тоже такие прикольные, выделяющиеся, и то есть, ты, если видишь человека, вот, именно в этих варежках и перчатках, ну, то есть, в варежках и в шапке, ты понимаешь, ну, вон, значит... Это молодец. Да, это прям очень большой молодец, который прям волонтерил от и до, от рассвета до заката, как говорится. Вот, и плюс благодарственные письма на английском языке от дирекции, от ФИСУ они решили объединить, то есть, там, за тремя подписями, все в красивой рамочке, но для меня, наверное, самой ценной благодарностью благодарность стала Илья Авербуха, то есть, там, спасибо волонтеру, церемонии, без вас бы это все не прошло, опять-таки, тоже красота. Ну, и от Матч ТВ, они как самые главные трансляторы и церемонии вообще спортивных соревнований, вот, как раз-таки на универсиаде, они тоже, там, спасибо за организацию, вот, как раз-таки, церемоний, и вот это прям очень ценные такие благодарности получились. А тебе что больше понравилось, церемония открытия или закрытия? Церемония открытия, конечно. Хотя, по эмоциям церемония закрытия, учитывая то, что мы уже были не на трибунах, уже, получается, волонтерам Москаста, а вот непосредственно в чаше стояли, вот это вот спасибо, участвовали в этом, получается, в волонтерском номере, в номере закрытия. То есть, мы там учили танец, мы этот танец показывали, там, видели уже, там, речь президента. Не знаю, даже, наверное, и наравне. Лен, когда этот праздник жизни под названием «Универсиада» подошел к концу, с какими эмоциями ты уезжала из Красноярска? Ну, естественно, уезжала я грустно, потому что уезжать максимально не хотелось. Эмоции зашкаливали, потому что вот в церемонии открытия-закрытия я принимала участие как волонтер вообще впервые, и… То есть, для тебя это новый опыт? Да, для меня это новый опыт. То есть, я вообще стараюсь на новые волонтерские программы ехать в каком-нибудь другом ключе, выполнять другую функцию, чтобы по максимуму попробовать себя во всем, так скажем. И вообще сам факт, что это на моем счету, получается, уже вторая универсиада, первая была в Казани, а на счету в России это третья универсиада. Я такая, ну, у нас почти равный счет. Очень даже неплохо получается. Ну, а вот, не знаю даже, вот как вот можно передать эмоции. Вот оно вот просто у тебя внутри кипит. Я даже первое время, то есть, вот приехала, мне было тяжело встречаться с друзьями, потому что я ни о чем не могла другом рассказывать. Мне просто вот все, послушайте, пока я вот говорю про универсиаду, и вот пока я говорю про универсиаду, я вот даже мыслями уже опять возвращаюсь туда. Слушай, а вот на таких событиях для волонтеров там дни тоже походят один на другой, или они все абсолютно разные? Ну, в нашем случае они были разные, потому что в определенный день мы репетировали одно, на следующий день мы репетировали другое. То есть, один день мы, например, репетировали церемонии, потом мы репетировали парад, потом мы, там, например, обустраивали шатер для спортсменов. Следующий день нас обрадовали то, что мы задействованы еще в одном номере, вот как раз таки Зары. И вот это, кстати, решалось прям непосредственно за несколько дней до открытия, То, что мы будем задействованы именно еще в том номере Мы начали репетировать еще и этот номер И даже было пару дней, которые, несмотря на репетиции, были похожи Но от каждой репетиции ты получаешь что-то новое И когда ты смотришь, например, на то, что происходит в чаше Сегодня они репетировали в обычных одеждах На следующий день там гримеры уже тренировались в макияж Ты уже видишь, что они уже все разукрашены На следующий день ты уже видишь, что ребята еще и некоторые в костюмах И вот это постепенно-постепенно собирается такая целостная картина всего открытия и закрытия И, не знаю, опять-таки такие эмоции Я вот даже сейчас опять говорю, у меня аж захлестывает это все А я даже не могу себе представить, каково это находиться на стадионе Не на трибуне, а вот именно на самом стадионе Когда он полностью заполнен, весь в огнях горит И там что-то происходит грандиозное Это тоже определенная буря эмоций Единственное, что Платинум-арена, она вместимостью Получается 7 тысяч человек Но за счет декораций Построения Сцен Некоторых Там получилось, что вообще осталось всего 5 тысяч Вместимость И по сравнению, например, с той же Казани Где было 45 тысяч населения А здесь всего 5 Я думала, что вот, наверное, будет не так Все равно все так же захватывает, все так же накрывает волной И даже несмотря на то, что чуть меньше людей Все равно эмоции, мне кажется, такие же Лен, ну традиционный завершающий вопрос о планах Куда хочешь поехать в следующий раз? Хочу в Минск А что там пройдет? Там будут вторые европейские игры Первые были, получается, в Баку Совершенно недавно А сейчас, получается, Минск, Беларусь Для меня это, во-первых, и будет новый опыт В плане не на территории России Уже мое волонтерство А уже, наконец-таки, выйду за пределы И, не знаю, очень хочется Но там отбор всего то ли 300, то ли 500 человек от России вообще, в принципе Ну, тебе не привыкать Ну да, очень надеемся, что по ходу К тому же твой послужный список, я думаю, сыграет свою роль Я тоже очень надеюсь, что он пойдет мне на пользу К вопросу о новом качестве Вот там, чем бы ты хотела заниматься? В чем себя попробовать? Там выбрала функцию управления волонтеров Но на какой объект, это тоже вот секрет Там обычно, ну, то есть там будет рулетка, можно сказать То есть ты попадаешь вот на этот, ну, как бы стадион Ты попадаешь на этот Ну, хотелось бы, как минимум, другой вид спорта Потому что, например, в Казани я видела всю легкую атлетику Потому что была на центральном стадионе Ну, помогала, получается А там, например, было бы интересно попасть, не знаю, например, на гимнастику И уже быть частью вот именно соревнований по гимнастике Причем неважно, там, спортивное, художественное Просто вот сам факт, что вот немного другой вид спорта Другая страна, другой город И вот посмотреть на это вообще, как там будет все организовано Даже очень интересно В общем, сделаешь еще один маленький шажок вперед Постараюсь, главное, чтобы отобрали Друзья, на этом все Напоминаю, что сегодня мы беседовали с главным специалистом Департамента по делам молодежи и спорта Еленой Севцовой Елена, спасибо, что пришла, поделилась эмоциями Надеюсь, с Минском все получится А там дальше посмотрим Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok